В сегодняшнем занятии мы поговорим об использовании фотографий в работе. Не стоит думать, что рисовать по фотографии недостойно для настоящего художника. На самом деле, каждому из вас стоит использовать этот метод во время рисования. Так как мы просто физически не в состоянии запомнить все мелкие детали предмета или персонажа. Когда я готовлюсь к работе, я создаю специальную подборку фотографий, которые понадобятся мне для работы. Фотографии с интересными позами, костюмами и так далее. Сюда я включаю всю информацию, которая может представлять для меня ценность и может помочь мне в работе. Очень часто, когда мне нужно нарисовать что-то, например, вот эту лучницу, то у меня есть общая идея. Но мне нужно прояснить некоторые моменты, например, разобраться с костюмом. И в этом мне помогают изображения реальных объектов. То есть в итоге мой рисунок это комбинация моего воображения и реальных объектов, которые я нахожу в интернете. Из этих двух составляющих и слагается мое финальное изображение. Понятно, что в этом случае очень важно уметь находить нужные фотографии в сети. Что-то можно сфотографировать самому, но некоторые изображения очень трудно сделать в одиночку. Однажды мне пришло письмо от одного парня. Его зовут Уилл Грин. Он писал, привет, мне очень нравится твой сайт. Мог бы ты рассказать своим подписчикам, что я делаю с сайт ArtPoses. На нем просто горы самых разных снимков, костюмированных, обнаженных моделей в самых разных позах. И, кстати, доступ туда совершенно свободный. Я зашел на этот сайт. И вау, вы только посмотрите. Это качественные снимки и с отличным освещением. Разрешение отличное. А самих снимков просто куча. И, насколько я могу судить, туда же нет платного контента. В общем, ArtPoses замечательный сайт. Как вы видите, у меня есть фото девушки-лучницы. Но вот две других, это скорее шпионки-самурайки. С точки зрения костюмов, они мне не очень подходят. Но зато у них интересные позы. Но зато у них интересные позы. Когда вы ищете фотографии для материала, вам стоит обращать внимание и на отдельные компоненты. На этих двух фото с девушками в черном отличные позы. А то, что во что они одеты, это не важно. Точно так же мне могут понадобиться фото с мужчинами-моделями или вообще не связанные с данной тематикой фотографии, если на них изображены детали костюма, которые мне нравятся. Во время работы с материалом вы собираете фото с нужными вам компонентами, чтобы потом объединить их на своем рисунке. Итак, все изображения подобраны. Но вот где же их разместить? Есть два варианта. Первый. Использовать два монитора. Конечно, это будет стоить денег. Но если вы готовы потратиться, то купите второй монитор, чтобы на нем отображался нужный вам материал. Это очень важно и удобно. Я постоянно пользуюсь вторым монитором. Вот тут у меня есть весь материал, который я использую в работе. Вот тут мой рабочий монитор. Так я могу работать в полноэкранном режиме, и вместе с тем я всегда могу посмотреть на нужное мне изображение. Это примерно то же самое, что и доска со стикерами-напоминалками, только вместо них у нас монитор с изображением. Но, скорее всего, у большинства из вас еще нет двух мониторов. Возможно, вы купите второй в будущем. Пока же вы можете работать с изображениями на одном мониторе. Вот тут сверху окно с материалом. У каждого изображения свой слой. Так что вы сможете работать с каждым по отдельности, перемещать, увеличивать, ну и так далее. И в рабочем окне у вас находится слой с основной фотографией материала. Это и есть основная фотография, на которой будет строиться ваш рисунок. То есть в углу окна у вас будет что-то типа стикера с фото, с которыми вы и будете в основном работать. Любое фото можно поместить на место этого стикера в рабочем окне. Можно поменять размер изображения, чтобы настроить его на нужный масштаб. Это и позволит мне эффективно использовать и рабочее пространство, и в то же время иметь перед глазами нужный материал. Мне нравится подход, при котором мы работаем и видим только одно изображение. Так как окно с материалами смотрится достаточно хаотично, и работать со всем набором фотографий сразу было бы неудобно. Это полный список материала для моего изображения. Вначале я могу выбрать фотографии с позами. У меня может быть, например, пять различных фотографий с интересными мне позами. Когда я закончу с позами, то скрою их и переключусь на костюмы. Теперь я добавляю фото с костюмами. В каком-то смысле это визуальный мозговой штурм. Именно на этом этапе я решаю, в каком направлении мне работать. Поэтому изображения из списка материалов будут меняться, по мере того, как будет меняться мое видение рисунка. Я настоятельно рекомендую вам пользоваться подготовленным материалом. Это могут быть рисунки, фотографии, и вообще все, что может помочь вам добавить в свою работу деталей и стиля. Если вы знаете полезные сайты с материалами, или у вас есть своя техника работы с ними, расскажите нам об этом в комментариях. Спасибо за внимание.